Глава двадцать четвертая, книги Исход И написал Моисей все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем!» И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых. И послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, которой Господь заключает с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесятый старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем Своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал, «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господне осенила гору Синай и покрывало ее облако шесть дней. А в седьмой день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Ведь же славы Господне на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей.